МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире программа «Диалог». Сегодня будем говорить о туристических предложениях Национального парка «Припятский». Присоединяйтесь. Анастасия Николаевна Онищенок, начальник отдела туризма Национального парка «Припятский». Родилась в 1996 году в Житковичском районе. В 2017 году окончила Белорусский государственный технологический университет по специальности туризм и природопользование. По распределению направлены ведущим специалистом по туризму Национальный парк «Припятский». В 2018 году переведена на должность начальника отдела туризма и экологического просвещения. В настоящее время учится в Академии управления при Президенте Республики Беларусь по специальности Государственное управление и экономика. Вопросы Анастасии Онищенок можно задать по номеру телефона в Гомеле 340-043. Свои сообщения вы также можете отправить в Вайбер. Номер 8029-340-043-3. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Здравствуйте, Анастасия. Спасибо, что приехали к нам сегодня. Здравствуйте, Ольга. Здравствуйте, телезрители. По традиции мы открываем эту неделю коротким анонсом событий. Внимание на экран. 3 декабря состоится важное событие в экономической жизни региона. Гомельский областной исполнительный комитет проводит расширенное заседание региональной группы устойчивого развития в формате семинара. Будут представлены международный, национальный и местный опыт, передовые практики. 3 декабря в Беларуси отмечается День инвалидов. Он направлен на привлечение внимания к проблемам людей с инвалидностью, защиту их прав, интеграцию людей с ограниченными возможностями во все аспекты жизни. 3 декабря в Гомеле состоится торжественное открытие 14-го международного фестиваля театрального искусства «Славянские театральные встречи». Фестиваль ведет свою историю с 1989 года. Девиз нынешнего форума – «Театр как праздник». Лучшие актеры и творческие коллективы Гомеля, Минска, Брянска, Чернигово и Тбилиси подарят зрителям яркие эмоции, продемонстрировав высокое актерское мастерство. А в пятницу, 6 декабря, состоится юбилейный вечер, посвященный 80-летию Гомельского областного драматического театра. Он будет посвящен истории развития учреждения. На вечер приглашены ветераны труда, режиссеры и художники, коллеги из белорусских, украинских, российских театров, с которыми Гомельский коллектив поддерживает творческие связи, создает совместные проекты. За событиями из жизни региона следите на «Беларусь-4». А сегодня мы будем говорить о туризме. Анастасия, по долгу службы вы об этом направлении знаете многое. Но прежде чем говорить о том, чем привлекает нас парк припятских гостей, я хотела бы узнать, а что для вас главная составляющая хорошего отдыха. Я думаю, самым главным составляющим является хорошая организация либо выбора места, где можно провести хороший отдых не только с друзьями, но и со семьёй, где можно поехать и чисто отдохнуть душой, как говорится, и телом. Что выбрать то место, где реально, где можно поехать с друзьями на природу, где развита инфраструктура, где на рыбалку можно, либо какой-то пляжный отдых. А в нацпарке просто как гость можете отдохнуть? Да. Или всегда вы там профессионал и на рабочем месте находитесь? Нет, ну профессионал я считаю, что на работе, а за пределами работы я как бы как и гость, и как местный житель я отдыхаю душой просто. Центром нацпарка Припятске считается агрогородок Лясковичи. И накануне этой программы наши корреспонденты поговорили с местными жителями о том, что они больше всего любят и что ценят в том месте, где живут. По-перше, у нашего городка завсюду чисто, у Тульной Пригожа. Мы этим так само гоноримся и мы принимаем самый активный отдел в этой праце. А по-другому, у нас тут, как сами можете побачить, все сделано для того, чтобы тут добро людям жилось. По-перше, у нас есть Центр дома творчества и культуры, у нас банк, есть пошта, аптека, у нас все працуе. Музей природы. Здесь можно увидеть все достопримечательности нашей красивой природы. Резиденция Деда Мороза. Здесь можно развлекаться как взрослым, так и детям. Ну, вообще, инфраструктура Ляскович очень современная, похожая на городскую. И мы с удовольствием здесь проживаем и пользуемся бассейном, рестораном. К нам даже приезжал недавно в выходные дни, выступал Игорь Маменко. Это уже звезда российской эстрады. Поэтому, я думаю, что мы можем получить все то, что получают городские жители. И плюс к тому, конечно, мы находимся всегда на природе, дышим свежим воздухом. Сделали городок, рабочие места есть. Голохцех работает на базе, на спарке. Сделали это, Гвезда Деда Мороза. Там красиво сделали. Ну, а там что, территория убрана чисто, все аккуратно. Мы должны все гордиться тем, что на территории создана вся инфраструктура, которая необходима для жизнедеятельности наших граждан, для как пожилого возраста, так и молодых. Я думаю, что жители Ляскович могут гордиться тем, что раз в два года у нас проходит фестиваль «Зов Полесья». Куда приезжает он уже имеет статус международного. Сюда приезжает очень много стран. Съезжается Припятское Полесье, где каждый, так сказать, рекламирует свое ремесло. Вспоминаем какие-то прошлые традиции. В настоящее время ведется реконструкция набережной, ведется в агрогородке природный газ. А вообще в нашем агрогородке очень красиво, особенно летом. Приезжайте к нам. Невероятные природные красоты, богатство животного и растительного мира, культурный бренд региона «Зов Полесья». В Припятском действительно в любое время года есть на что посмотреть и что узнать интересного об окружающей природе. Анастасия, как много туристов посещают вас? Ну, у нас по сезонности летом очень большое количество туристов нас посещает, потому что мы проводим различные экскурсии, также и рыбалка, и пляжный туризм. У нас, наверное, больше 10 тысяч нас посещают именно вот и детей, и взрослых. 10 тысяч человек в год? Нет, это можно за сезон. А вот за весь год нас может посетить около 20-25 тысяч туристов. И это ведь не только внутренний туризм. Из каких стран едут? Да, у нас есть внешние, которые к нам приезжают как и на охотничий туризм, так и посмотреть наши природы, так и орнитологию. У нас разнообразие различных птиц. Это туристы приезжают из Болгарии, из Германии, Австрии. Дальше с Великобритании приезжают много. И также итальянцы очень много с разных стран. Ну, на самом деле, у вас же огромное количество направлений, да? Что, какие услуги может человек получить в нацпарке? Либо это один человек, либо это семья, либо это группа туристов, которая приехала с какой-то конкретной целью. Как вы эти направления разделяете? Ну, самое главное, это наша река Припять. Это у нас водный туризм. Мы проводим различные экскурсии. Это по теплоходам по реке Припять, также на моторных лодках, на лодках. Это как бы самая главная составляющая наша, что именно весной пойменные дубравы разливаются. Это очень красиво. Также летом это у нас, и зимой это идет рыбалка. А также познавательность, историко-культурный туризм, орнитология, охотничий туризм. Мы можем любую услугу как бы предоставить, которую захочет человек. И как бы мы сделаем все для того, чтобы он остался довольный и уехал с положительными эмоциями. И долго вспоминал, что есть национальный парк, и как он отдохнул именно. Да, и жалел, что еще не все успел увидеть. Еще есть сафари. Сафари-парк. Уникальное действительно для наших широт явление. И уникальное многообразие обитателей национального парка можно увидеть. Расскажите, пожалуйста, подробнее. Сафари-парк у нас открылся 9 марта этого года. Именно маленькая территория, где-то 260 гектаров. Там очень много. Мы закупали латвийских оленей, запускали там различных видов животных. Там есть и лани, косули, лоси есть. Также есть млекопитающие, это зайцы, лисы есть, дикие кабаны есть. Большое разнообразие животных. Также большое количество различных птиц можно наблюдать. А как проходит сама экскурсия? То есть люди на каком-то транспорте по лесу, по всей этой территории передвигаются и могут в естественной среде обитания увидеть животных и птиц белорусских лесов. Летом и в теплое время мы проводим экскурсию на паровозиках. Это такие вагончики, они открыты. И туристы могут сесть и наблюдать за животными. Наш экскурсовод сопровождает всю экскурсию. Они сам протяженность маршрута составляет 8 километров. Начало экскурсии у нас встречает лесной кудесник, который приветствует и показывает свои владения. Также приглашает в свой домик, где они могут посмотреть, как он живет, может сфотографироваться. И также он предлагает всем желающим взять ленточки и загадать желание повесить это на живое дерево, чтобы оно исполнилось. Также у нас там есть мифология. И когда также встречает это рада гость и будет гость. После чего они отправляются по самой экскурсии, где они наблюдают за животными, которые у нас обитают в национальном парке, в естественной среде обитания. Также есть детская площадка, где их встречает баба Игаз с кекиморой, проводит различные игры, загадки, танцует с ними. И также они приезжают на поместье Деда Мороза, его владения, где у нас есть корчма, где могут каждый желающий покушать, отведать наши традиционные блюда белорусские. И также есть кострища, в которой можно погреться, пожарить сало. Сафари-парк работает и зимой в том числе. То есть это не только летнее развлечение. В любую пару годов можно понаблюдать за животным миром. Сейчас собираются группы? Потому что летом это, наверное, проще. Да, сейчас собираются. Мы уже открыли с 30 ноября новогоднюю программу. Мы уже проводим, что-то встречает нас, и Дед Мороз, и со снегурочкой уже идет все новогоднее представление. То есть это такой комплекс услуг, да? И новогодние персонажи, и животные в их среде обитания. Ну, о новогоднем предложении мы чуть позже поговорим. Мне интересно, вот это направление зеленый туризм, орнитологический, ботанический, Это сегодня действительно какой-то тренд современности? Можно ли говорить о том, что это сегодня более популярно, чем охотиться? Да, я думаю, что орнитология – это как национальный парк приписки, это река, это водоем, это заболотистые места, разливы. И у нас, можно сказать, очень много птиц. Одно из мест, где водится большое количество и объем птиц, и много орнитологов из других стран едут именно вот посмотреть, даже хотя бы на одну птичку, но они едут посмотреть, потому что в Беларуси может только одна у нас, она и водится. И вот именно что-то разливы, посмотреть всю эту красоту и понаблюдать за птицами. Есть места, где мы садим, чтобы пофотографировать птиц, и как они себя ведут, и... А вы можете понаблюдать за туристами и за их неподдельными эмоциями, потому что если человек, который приехал, предположим, из Европы, для того, чтобы какую-то редкую птичку, которая единственная, есть в Наспарке приписки, человек преодолевает сотни километров, и он ее видит, то это, конечно же, счастье. Люди радуют. То есть это действительно для них такие неподдельные эмоции, такая радость и такой опыт. Ну и краснокнижных у нас также много птиц, которые действительно хочется посмотреть и сделать красивые снимки для продвижения даже нашей рекламы, и показать другим странам, что вот есть национальный парк Припятский, и что большой разноморазий птич, что приезжали. Да, на самом деле это действительно уникально для современной Европы, где практически не осталось естественных уголков живой природы, да, с естественным ореолом обитания животных. Это уникальное место, и, конечно же, оно должно быть известным и должно быть популярным. Приезжают ли к вам недобросовестные туристы, которые браконьерами называются? Ну, я думаю, они везде есть. То есть проникают, да? Ну, я думаю, что да, они проникают, но у нас и работают, и службы, которые пытаются как-то это устранить, чтобы не было. Ну, конечно, хотелось, чтобы этого не было. Ну, известно вам о таких случаях, когда находят какие-то следы того, что нет? Ну, просто мы сняли. Значит, хорошо охрана работает. А что можете предложить любителям рыбалки? У нас есть и рыболовные туры, и также можем проводить индивидуально. У нас все работают егерей. То есть можно даже индивидуально, да? Да. Если захотелось приехать, порыбачить в Припятске, можно связаться со специалистом отдела туризма, себе такой тур организовать. Сколько стоит? Ну, если они, например, хотят, мы им предоставляем егерей, которые могут сопровождать весь день в течение рыболовного тура, и моторные лодки. На час это 50 рублей стоит. Это егерская служба плюс услуги и лодки. И плюс путевку на рыбалку покупается. А уже желание рыбака, сколько он хочет проводить на рыбалке, это уже зависит от него. Ну, а в среднем, Анастасия, вот по вашему опыту, людям, которые рассчитывают, например, провести выходные в нацпарке Припятске, посетить сафари-парк, может быть, порыбачить, покушать, на какую сумму нужно рассчитывать? Ну, я думаю, где-то около 200 рублей будет составлять. Это с проживанием, с питанием. Ресторан у нас работает. И путевки на рыбалку приобрести, и на экскурсии посетить и музей природы, там есть семья на моторных лодках, и также посетить сафари-парк. Ну, а с подробной информацией на сайте можно познакомиться? Да, конечно, у нас есть официальный сайт, который там все расписано, все наши экскурсии расписаны, и также есть пресс-курант-цен, и все номера телефонов отдела туризма, которые могут нам позвонить, и мы все подробно расскажем, либо выслать какие-то предложения, именно электронные почты, и как-то более подробно. То есть можно и так пообщаться, да, или по электронной почте? Для тех же, кто хочет увидеть настоящую зимнюю сказку, у нас парк Приписки приготовил специальное новогоднее предложение. Накануне в резиденции Деда Мороза побывали, конечно же, наши корреспонденты. Давайте посмотрим сюжет. Еще сравнительно недавно Лясковичи официально назывался деревней, однако сегодня это полноценный агрогородок со всей полагающейся такому статусу инфраструктуры и даже музеем природы, крупнейшим подобного типа в Беларуси. Экспозиция повествует не только о природе, но и о бытии и традициях палецких жителей, их жизненном укладе и ремеслах. Впрочем, нашу съемочную группу музей заинтересовал не только по этой причине. Именно сюда обращаются все, кто желает посетить резиденцию Деда Мороза. Причем местные экскурсоводы не только сопроводят на встречу с главным новогодним персонажем, но и расскажут много интересного о его далеком предке. Прообразом белорусского Деда Мороза считается языческий бог Зюзя, бог зимы и холода. Считался, что это злой, суровый мужчина. Он замораживал реки, непослушных детей поколачивал палкой. Но затем он подобрел, постарел, стали его называть Морозом, Снеговеем. Если раньше некоторые непослушные дети оставались без подарков, то сейчас все дети получают подарки. Это всего лишь теория, но вполне возможно, что легендарный Зюзи действительно родился в этих местах. Экскурсия начинается на месте, где когда-то действительно было древнее языческое капище. В прошлом году здесь вновь установили деревянные скульптуры бога громовежца Перуна, одного из самых мудрых богов Велеса и светлого бога Верховного пантеона Белобога. В построенном здесь же домике Кудесника их можно попросить выполнить самое сокровенное желание, правда, всего один раз. Обратиться с просьбой можно и непосредственно к Деду Морозу. В этот приезд нашей съемочной группы главный новогодний герой, и он же ведущий, инженер по охране труда Национального парка Припятский Николай Дербинь, и в обычное время экономиста, сейчас Снегурочка Татьяна Новикова, совершали последний предпраздничный переоденутся в костюмы своих героев. В прошлый зимний сезон резиденцию посетили более 5000 человек, большинство из которых дети. Снегурочкой быть на самом деле легко. Самое тяжелое, это чтобы каждому ребенку уделить внимание, и чтобы каждый ребенок остался доволен. Вот это самое сложное, потому что детки разные, подход каждому надо подобрать индивидуальный. Резиденция Деда Мороза Национального парка Припятский по площади одна из самых больших в Беларуси. Опыт других здесь, конечно, изучали, однако все создавали по собственному оригинальному проекту. Причем ориентировались на посетителей всех возрастов. В Корчме, например, можно заказать горячий чай с блинами для детей и шашлыки для взрослых. Или пожарить для всей семьи на костре сало, которое можно приобрести тут же. Для любителей живой природы подсобное хозяйство Деда Мороза. Здесь главная достопримечательность благородный и вполне благодушный олень по кличке Кузя. Организаторы обещают от посещения резиденции Деда Мороза впечатлений хватит надолго. Тем более, что Дед Мороз здесь не обычный, а полесский, который отличается не только добротой, но и приверженностью к сохранению традиций белорусского полесья. Чем может отличаться Дед Мороз полеський от всех остальных? Пропиской, в первую очередь. А все остальное у нас, то, что у Деда Полеського есть еще подсобное хозяйство, которое находится рядом. Олень, ручной. Ну а так, персонажей больше, чем у других у нас. задействованы и Баба Яга, и Кикимора. Зимушка-зима живет вместе с Дедом Морозом и Снегурочкой. Обычно только Дед Мороз и Снегурочка, а у нас еще и зимушка-зима есть. Вы смотрите «Диалог». У нас в гостях начальник отдела туризма Национального парка Припятский Анастасия Онищенок. Анастасия, расскажите, пожалуйста, подробнее, как с полеським Дедом Морозом, вот этим харизматичным мужчиной, можно познакомиться лично? Мы принимаем группы, у нас сейчас программа новогодняя, и мы всех желающих, конечно, приглашаем к нам, нашему Деду Морозу, к нашей Снегурочке, посетить их, и также можно написать ему письмо. Мы их приглашаем, они к нам приезжают, мы их встречаем, провожаем туда поместье Деда Мороза, их встречает, как уже говорилось, лесной кудесник, а потом после лесного кудесника они идут к лесному оленю, это Кузя, который их приветствует, его также можно покормить либо морковкой, либо яблоком, и уже вместе с детками экскурсовод идет к Деду Морозу. Они его зовут, он выходит, приветствует их, провожает к елке, они там проводят различные игры, танцы, и после всего, как он с ними поиграет, проведет все игры, может подойти каждый ребенок, каждый желающий к Деду Морозу, загадать либо у него какое-то желание, либо рассказать стихотворение, либо спеть песенку, либо дать ему лично это письмо с пожеланиями, и Дедушка Мороз, конечно же, примет это письмо и исполнит все желания ребенка, либо уже взрослого человека. А на какой возраст рассчитана программа, или она универсальная? Она универсальная, от самых маленьких до самых больших. Всем очень интересно, так как и детям, так и взрослым. Дети просто, взрослые превращаются в детей, они ведут себя так, им просто уже хочется плясать, играться и также водить эти хороводы вокруг елки. Резиденция начала работу буквально на днях, то есть уже, по сути, в Лясковичах несколько раз Новый год отпраздновали, программу обкатали, все хорошо, да, все нравится. А кто первые у вас были группы? У нас были первые, это школа. Местные? Нет, были, это гомельские школы и была школа из Лельчиц. Мы вот их, они были у нас первооткрывателями, которые они первые увидели нашу программу, оценили, и мы очень старались, чтобы каждый ребенок уехал довольный, с подарком и сытым от Деда Мороза, оставил какое-то письмо с пожеланиями либо желанием и просто оккунулся именно в эту новогоднюю атмосферу и посмотрел нашего действительно полеского Деда Мороза. Ну, конечно, ближе к Новому году это действительно будет такое чарующее зрелище, когда уже ляжет снег и в сказку можно будет поверить. Программа утренняя, вечерняя или несколько раз в день можно организовать? Да, мы проводим 4 группы. Это в 10 утра, в 12, в 14.00 и в 16.00 это у нас уже последняя группа. Бедный Дедушка Мороз. То есть это фактически весь рабочий день у него одна группа за другой, один праздник за другим. Ну, это серьезная нагрузка, конечно. Одновременно сколько на площадке людей находится? Ну, мы принимаем где-то 100-120 человек. Просто у нас очень большая территория, большая елка, чтобы обхватить ее нужно очень большое количество детей, взрослых. И чтобы было действительно насыщен праздником, вся атмосфера, вот должно быть вот именно детский смех и детские игры. И вот действительно, когда большое количество людей, это... Ну, это хорошая идея выезжать целой школы и собирать автобус ребят, которые хорошо знакомы и которые еще к тому же имеют возможность познакомиться со своими сверстниками из другого района, из другого города. Действительно классная идея. А индивидуальные заявки можно таким образом просто присоединиться к уже сформированной группе? Да, у нас есть которые семьи, которые звонят, которые хотят детям показать действительно Деда Мороза. Мы их присоединяем либо в группе, либо организовываем, чтобы семьи были вместе, чтобы они посетили, посмотрели эту программу, поговорили с Дедушкой Морозом и посмотрели Сафари Парк. Мы любого человека, любую семью, мы готовы принять в любое время. Сейчас, конечно, информация, которую не нужно знать детям. Сколько денег приготовить родителям за такой праздник? Взрослый билет стоит 10 рублей, а детский билет стоит 12 рублей. Да вступно. Да вступно. В детский билет еще входит чай с блином на кефир и с джемом, чтобы родитель не переживал, что его ребенок уедет либо останется голодным и попробует действительно лакомство какой-то от Дедушки Мороза. И плюс еще у нас с бонусом идет это сувенир и сафари парк, экскурсия именно по сафари парку. Сувенир это для того, чтобы каждый ребенок какой-то подарочек от Деда Мороза увез с собой. Ну это здорово на самом деле. Анастасия, есть вопросы, которые пришли к нам на Вайбер, давайте уделим им внимание. Как много желающих увидеть уникальные ландшафты животных в естественной среде обитания в нацпарке осенью и зимой, что предложат туристам в Припятском сегодня. Вот прям сегодня что можно увидеть, если есть возможность приехать? Ну сегодня это у нас конечно музей природы, который один из самых больших в Республике Беларуси. И также вот это наша новогодняя программа и плюс сафари парк, которую можно посмотреть животных, которые обитают у нас в естественной среде обитания. Там большое количество животных можно увидеть и также ручного оленя погладить кузью. Также у нас есть Маша, оленушка, ее тоже она подходит и ее тоже можно погладить. Вообще, наверное, да, в нас парке животные привыкли к туристам и их не боятся и, наверное, подходят достаточно близко. Именно вот косули, олени, они уже привыкли действительно любопытное животное, которое будет стоять и смотреть на тебя, ну, твои действия, что ты будешь делать, либо транспорт что-то будет делать, он просто будет стоять и наблюдать. Следующий вопрос связан с разнообразием птичьего мира. Возможно ли самостоятельная прогулка с фотоаппаратом по заповедным местам и наблюдение за птицами? Если человек чувствует в себе силы и уверенности, не боится, достаточно балутстый, да, местности в нас парке прогуливается, может ли он это делать один, без сопровождения? Да, но он для начала связывается с нами, он говорит, что если он знает территорию, либо хочет узнать территорию, где можно понаблюдать ту или иную птичку, мы ему показываем на карте, либо у нас есть человек, который на определенных зонах закреплен, он ему показывает местность, где он может проходить, где заболоченные, либо где непроходимые места, он ему показывает, и человек может самостоятельно отправиться за наблюдение птиц. А бывают такие заявки? Да, бывают. А как правило, кто это? Вот кто настолько любит природу, настолько хочет с ней единения, что ему, в общем-то, не нужны даже сопровождающие? Именно, вот, которые занимаются орнитологией, которые наука, которые птицы, вот сам человек, который хорошо знает Беларусь, места, где они водятся, и даже просто показать территорию, они могут сами, просто самостоятельно идти по этим маршрутам. У нас нет таких мест, которые, да, где только если вода поднимается, там уже заболоченность, а так все места проходимые, потеряться, где везде указатели есть, и если какой-то случай, либо что-то потеряли, сюда есть телефон, где-то набрать, либо мы знаем, что этот человек где-то пошел, и если что-то случилось, наши, конечно, выйдут. То есть, в общем-то, вся зона нацпарка, она с табличками, да, она обозначена, где какой участок, сеть, на всей территории достаточно устойчивая. А видеокамера есть? Нет. Нет? Не оборудуется? На которых есть территория, где стоит видеокамера, и на которых не стоит. Ну, всякое бывает. Туристы народ непредсказуемые. В России, в национальном парке под Самарой, разработаны велосипедные маршруты летом и лыжной зимой. Есть ли что-то подобное в Припятском? Тоже популярное сейчас увлечение, тем более, что такая огромная территория. Вот есть где покататься. Возможно ли это? Да, у нас мы сдаем велосипеды на прокат. Наша территория очень большая. Они могут покататься и как и по Лясковичам, и также есть у нас деревня Дорошевичей, там, где можно покататься и по набережной, и по экотропе здоровья. Также мы хотим разработать самих сафари-парки. Это велосипедную дорожку, если получится, также и лыжная. Просто это уже будет сопровождением, потому что животные и не знаю, что от них просто ожидать. Мы просто планируем как-то расширяться, делать более обширные услуги. Ну да, на самом деле это же может быть и опасно, если куда-то турист приблизится к животному, который это посчитает для него угрозой, то такое столкновение может быть чревато. Это, в конце концов, не птицы. Да. Все-таки. Возможно ли посещение парка туристической группой самостоятельно вне экскурсионных маршрутов? Вот, опять же, уверенный турист. Уверен в себе и в своих силах, который не хочет известной тропой и вместе с егерем, а хочет быть самостоятельным. Позволяете туристам? Да. Они подписывают какой-то документ о том, что ответственность с нацпарка они снимают при этом за то, что с ними произойдет на этой тропе? Ну, если именно по экологическим тропам, да, мы позволяем, они оплачивают, они самостоятельно проходят этот маршрут. Они, если у нас оплачиваются, и с ними составляется договор, то, что они самостоятельно отправляются, и мы не несем ответственность. А так у нас всегда все экологические тропы у нас работает экскурсовод, везде их сопровождает, но сафари-парк мы без экскурсовода не отправляем. У нас всегда есть сопровождающий человек, экскурсовод, который показывает и все рассказывает. Знаете, иногда такое бывает, что приезжает турист, вроде бы, там, за птичками понаблюдать, да, и ничего ему не надо. А потом выясняется, что хорошо бы и это, и то, и покушать хорошо, и в баньку сходить. Вот что касается развития туристической инфраструктуры, то насколько она в нацпарке современна и многообразна, потому что туристов у вас много, пожелания у всех свои. Кому-то хочется в люкс отдохнуть, а кому-то хочется действительно прочувствовать такую атмосферу аутентичную и самобытную. У нас в Лясковичах есть гостиница над Припятью, у нас там есть как от эконом-класса, это стандартные номера, а также есть и повышая категория люкс. В гостинице есть ресторан над Припятью, где каждый желающий может попробовать и традиционные блюда, и белорусские. Также наш колорит это является блюдо из дичи и рыбами. Также в гостинице есть бильярд, боулинг есть, есть бассейн, есть сауна. Также у нас, если кто-то хочет уединиться, именно как-то в домашней этом смере, так, чтобы никто не видел. Может быть, вспомнить, как вот предки наши жили, как был организован быт у бабушки, у дедушки, вот, много лет назад. У нас есть такой комплекс Дорошевичи, он находится на берегу реки, просто отдохнуть, там русская баня, различные развлечения, много рыбаков, которые приезжают, останавливаются только там, потому что вот это именно уединение, вот этот сам комфорт, ну, домашняя такая это размера, которой они вот приезжают, просто отдыхают и с семьями, и сама что река рядышком, и пляж там оборудован, именно вот это вот и привлекает людей. А зарубежных туристов что привлекает? Они больше. Что хотят видеть? Вот кроме природных богатств и красот? Ну, они тоже приезжают, хотят уединения, вот именно чистая природа, река. В домик, да? Не в гостиницу в городе, а вот именно в домик. в домик хотят, потому что совсем другое, как они говорят, в гостиницу мы можем и у себя, а вот именно атмосфера домашняя, ваша белорусская кухня, ваша еда, все это вот, мы просто не хотят просто ощутить и как бы отдохнуть. А это возможно, когда сотни туристов ежедневно находятся в нацпарке одновременно, да? Кто-то на пляже, кто-то на реке рыбачит, кто-то в это время на сафари. Чувствуется уединение? Они, кажется, их много, туристов, но они даже, за то, что территория большая, они даже не пересекаются. Одни уехали, вторые где-то приехали, может, где-то не вечером встретятся, но из-за большой территории они даже не встречаются. Есть постоянные туристы, которые приезжают каждый год, да? Да, есть постоянные, которые даже каждый месяц, они один-два дня, они выбирают именно определенный день, просто приехать, отдохнуть, даже хотя бы на пару часов, порыбачить, например, либо просто отдохнуть, приехать на экскурсии различные и уехать. А что в качестве сувенира можно привезти из Лясковича и из нацпарка? У нас есть музей, там в музее продаются различные сувениры, где везде наши силуэты, это из глиняных, где-то соломенные, где-то кружки, либо магниты, различные сувениры. Мясные мастера делают? Нет, мы заказываем, делают. Спасибо за честность. И в завершение предлагаю немножко заглянуть в будущее. Какие есть еще у вас планы на ближайшие годы для того, чтобы сделать нацпарк Приписки более узнаваемым, более популярным, еще более известным и действительно туристическим брендом Беларуси? У нас сейчас делается это речной порт, который уширает наш канал, чтобы могли наши теплоходы подъехать и все лодки, прогулки организовать по реке Припять. Действительно, чтобы посмотрели и разливы, и различных птиц, и вот эта вся инфраструктура. Также музею под открытым небом будут организовываться площадки для различных мероприятий, свадеб, праздников. И, конечно, хотелось, чтобы Блясковичи как-то реально жили просто вот этим всем, чтобы местные жители как-то помогали, именно полешуки рассказывали свои истории. Это просто народ просто приехал из других городов и ощутил это все на себе. Спасибо огромное, Анастасия, за интересную беседу. Я желаю вам побольше туристов открытых, добрых, непривередливых, щедрых и любознательных. Спасибо. Начальник отдела туризма Анастасия Припятский Анастасия Анищенок сегодня была у нас в гостях. Спасибо вам за внимание и до встречи через неделю. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Анастасия Припятский 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 А.Егорова